Онлайн-покупки становятся все более популярными, ведь они экономят время. Однако это не всегда надежно, особенно если вы приобретаете что-то через мессенджеры или социальные сети. Так жительница Засвиярского района Ульяновска присматривала отель в Турции в одной из групп мессенджера. После просмотра группы мне был осуществлен звонок в телеграм-канале. Представили с сотрудником данной фирмы, туристической компании, ввели меня в заблуждение. В разговоре мошенники обещали уладить все вопросы, связанные с бронированием и трансфером из аэропорта. Убедили потерпевшую перечислить им оплату за тур. После того, как пострадавшая перечислила 116 тысяч рублей, аферисты перестали выходить на связь. По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Также в летний период мошенники запускают поддельные сайты аренды жилья, где принимают предоплату. Привлекают потенциальных жертв низкой ценой. Обычно это, как правило, разница с нашими ценами где-то 10-20 тысяч рублей. Они на это, опять же, так скажем, клюют и начинают оплачивать через этот сайт. Но после того, как они оплачивают, происходит то же самое. То есть сайт растворяется, реквизитов нету, звонков нету. Чтобы избежать негативных последствий, проверяйте существование юрлица и его реквизиты для оплаты на сайте Ростуризма. Вносите предоплату, только если все данные совпадают, а договор на оказание услуг уже подписан. Ни в коем случае не оплачивайте путевки по счетам физических лиц через недостоверные сайты и электронные кошельки. Юлия Руднева, Уллправда ТВ